Жалобы, они, в общем-то, у нас вызвали необходимость более глубоко с опорой на законодательство рассмотреть эти жалобы. Потому что управляющие компании говорят одно и убеждают, что они правы. Мы считаем, по крайней мере, законодательство такое, что они совсем правы. Ну, давай, наверное, Дмитрова 22. Да, Дмитрова 22. Поступила коллективная жалоба, в общем-то, она даже, в принципе, на управляющую компанию нашла. Но суть жалобы заключалась в том, что те жирцы, которые инициировали эту жалобу, они обратились в дирекцию этого управляющей компании, что не все им показывают, не все им рассказывают управляющие компании. Значит, ну, прежде всего, нужно начать с того, что, заходя в этот офис, все вывешено. Практически весь стенд существует. Причем в письменной форме то, что и на сайте имеется, и на стене, вся стена в информации. То есть полная информация доведена до жильцов, обслуживающих этой управляющей компанией. Суть жалобы заключалась в том, что им, в общем-то, были некоторые моменты непонятны, что имеется техника, имеется еще что-то, и вроде как бы управляющая компания зарабатывает деньги, которые проходят мимо жильцов и не учитываются при оплате их за МОК. Но речь о том, они говорят, что, в общем-то, нам должны это сделать поглажки, подвижки или вернуть или что-то. Но, значит, разбиравшись в этой ситуации, было выяснено, что все-таки это управляющая компания, это не ТСЖ. То есть ТСЖ имеет с управляющей компанией немножко разные направления. ТСЖ – это представители, собственники, которые изъявили желание собраться в общий котел и свои голоса передают председателю управления, которые от их имени, собственников, поступают и проводят работу по управлению многоквартирным домом. Управляющая компания иного плана – это коммерческая структура, созданная любым, может быть, одним частным лицом, или группой лиц, или вообще любой организацией. То есть это коммерческая организация, признанная по обслуживанию многоквартирных домов и извлечении прибыли. Хотим мы этого или не хотим. То есть эта управляющая компания была наделена имуществом, которое, в общем-то, для определения хозяйственной деятельности. Это немножко разное. Поэтому те, кто у них находились, но сейчас, в настоящее время, они, в общем-то, разрулили, и там еще одна была ситуация. Это касается, в общем-то, ну, сегодня представителей строительных организаций нет, но это всех вновь вводимых домов. Это проблема сегодня не только в нашем городе, это проблема вообще-то государственная. И сегодня многие журналы, освещающие в первую проблему ЖКХ, подчеркивают, что вновь сдаваемые дома, вдруг ни с того ни с сего, образуются там ТСЖ, образуются там управляющие компании, кто их, когда, кого назначал, выбирал, и как она создалась. Но при проверке наш дом, управляющий компанией, там немножко было сделано, не все люди на это обратили внимание. В договорах при покупке дома был уже этот пункт внесен. И там голосование проходило. Но некоторые люди немножко неправильно понимают вот это вот ТСЖ и Укра. Но, во всяком случае, может быть, не все четко было сделано, но сделано. И на сегодняшний день управляющая компания уже согласовала где-то более 75% у них есть согласование по тарифам. И, в общем-то, мы сегодня все недовольные остались. Потому что, вы сами понимаете, 50 плюс 1, это 1 к 1 получается. Один будет доволен, другой будет недоволен. Это очень шаткая, сложная система, когда 51% за и 49% практически против. И работать таких управляющих нелегко. И управляющим компаниям, и ТСЖ разные. Вот то, что и Лукьян говорил вчера тоже. Индивидуальное отопление сделал, отрубил все, сам остался без воды. И теперь хочет сделать, значит, тепло у него должно быть индивидуально, а горячую воду не отдайте от жильцов. Ну, понимаете, здесь разные моменты возникают очень такого плана. И что, то есть, здесь, в общем-то, ситуацию разбудили. Они несколько раз приходились и им сказали, что хотите, если вы сами управлять домом, пожалуйста, создавайте ТСЖ. Если вы доверяете управляющей компании, то большинство ваших жильцов за управляющей компанией. Что касается второго вопроса, значит, по Курской 74. В наш адрес поступило письмо, обширное письмо, значит, жительница этого дома, Воротынцевой Инны Анатольевны. Ну, она здесь пишет, в общем-то, в своем обращении обращается то, что ни с того ни с сего возрастают цены, ни с кем не регулированные, ни с кем не согласованные. И цифры, ссылка на думские документы тоже не подтверждается. То есть, в думских документах одна цена тарифа, а им предлагают другую цену, но ссылаются на решение дома. Вот это вот сегодня пич, который многие управляющие компании ТСЖ сегодня ставят, в общем, неловкое положение и думу, и депутатов, и администрацию, что вроде того, что прикрываясь нормальными названиями этих документов и конкретными, так сказать, их принятием моментов, но цифры совсем не подходят, не под одну, из категории этого дома или, значит, этой местности и так далее, и так далее. То есть, эти вопросы у всех управляющих компаний, ну, может быть, не у всех, но у большинства, особенно есть у нас примеры, сегодня их нет, а об этих указах говорить не будем. Это касается, вот, значит, в общем-то, много жалоб по ИРЦ в этом плане, что здесь вопрос очень непростой, потому что выбрана назначенная управляющая компания на 3 года, поэтому менять тарифы там очень сложно, вообще по закону нельзя, а если они, значит, в назначенную компанию хотят, при том, что она назначена, менять тарифы, то есть надо согласовывать с населением, с жителями этого квартирного дома в обязательном порядке, но прежде нужно переутвердиться, как управляющая компания. То есть это сегодня нужно всем иметь в виду, что, значит, тарифы на этот год, на квартирном доме, хотите вы их повысить, понизить, или принять по категориям тех домов, которые у нас существуют, но с голосованием, заочное, очное, это уже ваши, так сказать, формы ведения этих согласований, но согласовать. И еще один момент. Сегодня уже, значит, прецеденты, так сказать, надзорных органов говорят о том, что ссылка на то, что где-то я вчера согласовал, сегодня потерял, залили, сгорели, не принимать, начинает уже не приниматься. Поэтому, ну, сами себя оберегайте. То есть у вас протоколы должны быть честные, добросовестные. И храниться. И храниться. И там должно быть в этих анкетах заполнено, где хранятся, у кого хранятся, и так далее, и так далее. Не бояться, значит, сегодня жилищное право, журнал есть такое, сегодня там предлагается и старшие по дому, как работают, как не работают, как их избирать, как их утверждать, и так далее, и так далее. То есть помощников можно в доме найти, не бояться, главное, конечно, это идти к населению с открытой забрала, так сказать. Поэтому вот по таким жалобам, как ответы даются, вот у нас чего вопрос возникает, потому что ответы даются просто, либо отписка. Поэтому население сегодня, сегодня такой период, очень неприятно, смотрите, читать эти письма, ну, вот если Капранов ответил, ну, тут у нас, предположим, я вам рассказывать не буду, но на его поллиста два листа противозаконных действий, так сказать, его, поэтому отписки, будьте любезны писать, ссылкой на законодательство, значит, ссылкой на документы, правоустанавливающие, законодательные, любые нормативно-правовые акты. То есть не просто, люди сегодня грамотные, вы сами знаете, сегодня интернет, вот только сейчас слышали, что это почему придается большое значение, поэтому сегодня информационное поле большое, залез в интернет, Яндекс, или куда там, или Google, и так далее, и так далее, и все нашел, и все ссылки, и поэтому сразу опровергается. Потом начинаются разборки уже на другом уровне. Поэтому вот такие письма нежелательны, нежелательны, чтобы они еще раз приходили сюда, и мы разбирали вместе с вами, и какие-то выводы делали, и куда-то направляли дальше, для принятия уже других мер. Если есть вопросы, пожалуйста, Павел, есть вопросы? Можно вопросы? Да, пожалуйста. Как и все, как бы в доме. Вот я, в частности, по 12 микрорайонам. В нашем микрорайоне многие жильцы не проживают, приобрели квартиры, и задают вопрос мне, почему мы должны оплачивать вывоз ТБО, и по той цене 69 копеек за квадратный метр. Но я думаю, что это... И еще и лифт оплачивать. И лифт оплачивать. Не живет, а лифт должен оплачивать. Если вы откроете жилищный кодекс, то там четко разделено. МОП – это обслуживание. А дальше идут коммунальные услуги. Так вот, вывоз мусора не относится к услугам. Люди, если не проживают. Я еще раз вам говорю. Если вы себе в квартире установили телефон, и платите просто абонентскую плату, вас никто не спросит. Звоните вы один раз в день, или 33 дня, или 30 суток, да, дней. Но платите цену одну. Можете вообще не звонить целый месяц. Но 250 или 300 рублей вы заплатите. Точно так же по этой схеме и работает. Это обслуживание дома. И лифт. И вывоз мусора. Хотим мы этого, не хотим, никуда не денешься. Вот это так законно гласит, понимаете? Поэтому и тепло, которое человек тоже не живет, но через его квартиру проходит тепло, ему тоже начисляют это же тепло. Хотя он в квартире не находится. А это не вывоз мусора, это обслуживание. И лифтом могу я не пользоваться. Но я в этом доме, где он есть. И вывоз от дома вывозится. Может быть это, ну, не воспринимается мозгами, как говорится. Если бы это шло в МУП, а то это идет отдельно. Вот это наша беда, что некоторые хотят показать. А я вам скажу, где хитрость зарыта. Вот как раз в этом, что в прошлый год, особенно когда стали образовываться ТСЖ и управляющие компании, где применили тариф наш, который думский, для муниципального жилья, и там в том числе в 12 рублях, или 15, или 11 рублях сидел, вывоз мусора. Можете открыть. Вот у меня, пожалуйста, для вас, вот, пожалуйста, наше решение. Написано 13.22 месячных, да? В том числе 12.66 му и плюс 0.56 вывоз мусора. То есть утверждена цена общая. А хитрость ТСЖ и управляющих заключилась в том, что они по умолчанию вытащили из этой цены мусор, увеличили его на 10% и еще добавили отдельной строкой лифты, отдельной строкой, ГУК добавил, пожалуйста, квитанции у меня все за прошлый год есть, и вывоз мусора отдельно. А цену оставил муниципальную, единую. Вот вам, пожалуйста, значит 15-20% населения набавили по умолчанию. Нормально. А народ это видит и жалуется.